Друзья, здравствуйте! А как вы смотрите на то, чтобы приготовить тонкие ванильные блинчики с маком? И дополнить их простым соусом из перетертых замороженных ягод. У меня это ягоды клубники. На мой взгляд, это хороший рецепт десертных блинчиков. Такие блинчики можно приготовить и на Масленицу, и на 14 февраля, да и просто на покушать. Друзья из Беларуси, подписчики моего канала, отзовитесь, пожалуйста. Я слышала, что у вас запрещено продавать семена мака для кулинарии. Так ли это? Хотелось бы узнать. И еще. На моем канале есть целый плейлист с рецептами блинов. Блинных пирогов, десертных блинчиков и блинчиков с разными вкусными начинками. В конце видео вы можете пройти по ссылке и посмотреть весь ассортимент по этой теме. Ну а приготовление тонких ванильных блинчиков я начала с того, что еще вчера замочила в горячем молоке семена мака. Добавила к ним сахар, ванильный сахар и оставила все это дело набухать до утра. Сегодня утром я переставила замоченный еще вчера мак на очень слабый огонь томиться примерно на 3 часа. Кипение при этом должно быть минимальным. Ну а я периодически заглядывала и проверяла, не выкипело ли молоко. Если молоко выкипает, я подливаю немножко горячей воды, но только чуть-чуть. И оставляю опять мак вариться. Примерно через 3 часа мак стал более-менее мягким и я сняла его с огня. И оставила остывать до тех пор, пока я буду готовить тонкие ванильные блинчики. Для блинного теста я соединяю яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Все это перемешиваю при помощи блендера. И в процессе перемешивания добавляю теплое молоко, теплую воду и муку. Теплые ингредиенты, интенсивное перемешивание и время, которое мы даем тесту отстояться, все это вместе способствует лучшему образованию клейковины в тесте. А значит блинчики не будут рваться при выпекании. Готовое тесто я оставляю отдыхать примерно на 30 минут. Забыла вам напомнить, что консистенция готового теста должна быть похожа на консистенцию жидкой сметаны. Блинчики я выпекаю, как обычно, на разогретой блинной сковороде, смазанной растительным маслом. Блины у меня не рвутся, не подгорают и отлично снимаются со сковороды. На подготовленные блины я выкладываю маковую начинку и заворачиваю блинчики в форме открытой трубочки. Ну а для приготовления соуса вы можете взять любые замороженные ягоды, прогреть их в сотейнике вместе с сахаром до закипания и протереть сквозь сито. Я этот соус приготовила из замороженной клубники. Друзья, готовьте с удовольствием и с хорошим настроением. Сохраняйте рецепты на свой канал и делитесь ими с друзьями. В конце видео вы можете пройти по ссылке на мой плейлист с рецептами на тему блинов, масленицы и блинных соусов. Всем хорошего дня, еще увидимся с вами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok